Глава двадцать шестая Пришли Зефеи к Саулу в Гиву и сказали, Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним три тысячи отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид саглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился с Таном, и увидел Давид место, где спал Саул и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху Хитиянину и Авесе сыну Соруину, брату Иоава, говоря, кто пойдет со мною к Саулу встан? И отвечал Авеса, я пойду с тобою. И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду, предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара. Но Давид сказал Авесе, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе. И взял Давид копье, и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру, «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид, «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще, «За что, господин мой, преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей!» И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добудет это от тебя благовонною жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, «Ступай, слушай богам чужим!» «Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа!» Ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам. И сказал Саул, «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я, и очень много погрешал. И отвечал Давид, и сказал, «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место.